Доверие непосредственно к чиновникам, оно подрывает доверие к самой системе и к механизму и декларирование, и эффективность механизма декларирования в борьбе с коррупцией. Харьковчане не доверяют тому, что написали местные чиновники и нардепы в своих декларациях. Это выяснили харьковские социологи. Активисты нашли ошибки в документах харьковской судьи и жены экс-прокурора Харькова Евгения Поповича Ирины. Мне предложили инвестиционный флаг, потому что там было немножко больше процентов. Но я не сильно вникала, я плохо вижу, я даже не читала сам договор. 285 голосов «за». Народные депутаты сказали «да» законопроекту о выплате компенсации обманутым вкладчикам. Законопроект прежде всего касается вкладчиков Банка Михайловский. Когда есть четыре погибших людей, одна из которых неповнолетняя, когда есть больше десяти потерпелых людей, общественный резонанс с никаким причином и с никаким причином не будет втрачен до всей криминальной справы. Обвиняемые в совершении теракта останутся под стражей еще на два месяца. В суде они ведут себя весьма дерзко. Позволяют себе оскорбления в адрес прокурора, представителя родственников погибших и даже судей. Харьковчане не доверяют тому, что написали местные чиновники и нардепы в своих декларациях. Это выяснили харьковские социологи. Их выводы практически моментально получили подтверждение. Активисты нашли ошибки в документах харьковской судьи, жены экс-прокурора Харькова Евгения Поповича Ирины. В их семье почему-то затерялся дом площадью более чем 600 квадратных метров. Коллекции часов и автомобилей, виллы и особняки в рекреационных зонах Харькова и килограммы наличных. Электронные декларации чиновников, депутатов и судей, опубликованные в соответствии с законом в интернете, не только поразили горожан, но и вызвали еще большую волну недоверия к чиновникам. По крайней мере, это после проведенного совместного исследования, уверяют студенты социологического факультета Университета Каразина и члены общественной организации Харьковский институт социальных исследований. Накануне они опросили 620 респондентов на станциях метро в разных частях города и выяснили, что 82% опрошенных приветствуют тот факт, что декларации власть придержащих присутствуют в открытом доступе. Однако только немногим больше 5% верят, что чиновники внесли в них правдивые данные. И почти половина уверены, этот механизм не станет эффективным методом борьбы с коррупцией. С одной стороны, большинство действительно осведомлены об этой системе, они считают ее необходимой сегодня. Но, тем не менее, недоверие непосредственно к чиновникам, оно подрывает доверие к самой системе и к механизму ее декларирования, и эффективности механизма ее декларирования в борьбе с коррупцией. Также показательно, что чаще всего респонденты отмечали, что ее декларирование – это пыль в голосах гражданам. Тем не менее, как уже было сказано, 33% сказали, что действительно эта система может привести к борьбе с коррупцией. При этом выяснилось, что около 15% харьковчан вообще ничего не слышали о ей декларировании. Среди молодежи таких и вовсе треть. Причем, констатируют социологи, сами харьковчане не бросились проверять доходы чиновников в первоисточнике. Большинство пользуются информацией СМИ. Это связано, говорят эксперты, как раз с недоверием, которое чувствуют люди к записям чиновников и нардепов. И поэтому они перекладывают общественный контроль на более активных граждан. Большинство все-таки больше не доверяют данным, 84%. То есть это преимущественно, большинству граждан вряд ли. В основном негативные отношения. То есть был такой негатив со стороны опрошенных, что я не думаю, что они будут в массе отслеживать эти данные, поскольку они, в принципе, не доверяют. Впрочем, как выяснилось, опасения горожан не беспочвены. Активисты действительно выявили уже несколько вопиющих случаев незаконного обогащения власть придержащих и сокрытие доходов. К последним относятся расследования активистов проекта «Про суд», которые проверяют работу украинских судей. Они выяснили, что судья хозяйственного суда Харьковской области Ирина Попович не указала в своей декларации дом площади 623 квадратных метра, расположенный в рекреационной зоне, в котором она проживает с мужем Евгением Поповичем, бывшим прокурором города. Ранее активисты антикоррупционного центра писали о том, что Попович через близких ему людей получил от горсовета участки по схеме ЖСК. В то время прокуратура принципиально не обращала внимания, что таким образом бесплатно были розданы десятки участков. Кстати, нередко они узаконивались именно через хозяйственный суд. При этом ни сам Попович, ни его жена ситуацию с несоответствием декларации не комментируют. Телефон первого не отвечает. Ирина Попович в суде пока не появляется в связи с декретным отпуском. Марина Николаева, Владимир Борох, агентство телевидения новости. 285 голосов «за». Народные депутаты сказали «да» законопроекту о выплате компенсации обманутым вкладчикам. Законопроект прежде всего касается вкладчиков Банка Михайловский. Именно после встречи с ними президент обозначил этот документ как неотложный. После почти полугода пикета возмущенных вкладчиков власть решила пойти на уступки. Изменения в законы о системе гарантирования вкладов физических лиц о банках и банковской деятельности и о финансовых услугах и госрегулировании рынков финансовых услуг были разработаны совместно с Назбанком, Фондом гарантирования вкладов, Минфином и правоохранителями. И основной задачей законопроекта является попытка решить проблемы тех, кто остался без денег, благодаря махинациям, в которых участвовал менеджмент Банка Михайловский. Схема аферы вскрылась в мае с введением финучреждений Временной администрации. О том, что они, возможно, останутся без своих средств, часть вкладчиков Михайловского узнала в июле. Тогда Фонд гарантирования вкладов начал выплачивать компенсации. Но за бортом осталось порядка 14 тысяч человек по всей Украине. Из них более тысячи в Харькове. Оказалось, что эти люди фактически заключили договор займа в пользу третьей компании. И банк в этом случае выступал лишь посредником. Представители финучреждения вовсю убеждали своих клиентов, что данный вклад защищен Фондом гарантирования вкладов. Благодаря этой схеме и собственной доверчивости вкладчики лишились более полутора миллиардов гривен. А большинство обманутых относятся к незащищенным слоям населения. Мне предложили инвестиционный вклад, потому что там было немножко больше процентов. Но я не сильно вникала, я плохо вижу, я даже не читала сам договор, ничего. Но когда объявили о кризисе или о ликвидации банка, я сразу прочитала внимательно под увеличительным стеклом и обнаружила, что там есть инвестиционно-кредитный центр, с одной стороны, а с другой стороны, страховальник называется. Учитывая, что договоры, заключенные Михайловским, к самому банку отношения не имели, претендовать на компенсацию, по словам представителей как Национального банка, так и фонда гарантирования вкладов, обманутые люди не могли. Деньги требовать рекомендовали с владельцев и высшего менеджмента банка. Соответствующие заявления от представителей фонда поступили в правоохранительные органы. Но теперь, после принятия законопроекта, у вкладчиков появился шанс вернуть свои кровные из фонда гарантирования вкладов. В соответствии с несенными изменениями, их средства, вложенные через банк в небанковские финансовые учреждения, признаются вкладами. Для этого банк, выступающий поверенным в этой схеме, должен быть признан неплатежеспособным на момент вступления в силу закона, а вкладчик не уведомлен под роспись о том, что его вклад не гарантируется фондом. Такими законодательными инициативами финансисты и правоохранители надеются не только решить вопрос с вкладчиками Михайловского, но и предупредить возможность подобных схем в будущем. В частности, запрещается финучреждениям привлекать средства физических лиц, в том числе и в форме займов, если это не прописано в законе о деятельности этих финучреждений. Банки же, в свою очередь, выполняя функции агентов или поверенных, обязаны в письменном виде уведомить своих кредиторов о том, что их средства не будут защищены фондом гарантирования вкладов. Кроме того, фонд гарантирования вкладов получает возможность в случае недостаточности средств банка требовать их от связанных с ним лиц, которые обогатились в ущерб банку и его кредиторам. Такую инициативу сами вкладчики оценивают положительно, но при этом отмечают, закон не решает всех проблем. Дело в том, что получить компенсацию смогут в лучшем случае процентов 50 всех обманутых вкладчиков, отмечает член инициативной группы Татьяна Лукина. Причина в отдельных моментах заключенных договоров. Существует несколько видов договоров, и часть из них, в которых банк выступал поверенным, а часть из них, в которых были напрямую с финансовыми компаниями, где банк не являлся стороной договора. Хотя эти договора точно так же были договорами займа и заключались в отделениях банков, в присутствии работников банка. Поэтому инициативная группа вкладчиков планирует и дальше вести переговоры с властью и добиваться выплаты всем 14 тысячам обманутых. Между тем, фонд гарантирования вкладов должен в течение 20 рабочих дней с момента вступления в силу закона определиться с теми, кто претендует на получение компенсации. За это время его сотрудники должны изучить документы тех, кто приравнен к влачикам, и начать выплату средств тем, кто имеет право на возмещение. Оксана Нечапаренко, Михаил Воронков, Агентство телевидения Новости. Обвиняемым по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове продлили срок содержания подстража еще на два месяца. Напомню, на скамье подсудимых трое харьковчан. Именно они, по версии прокуратуры, организовали и осуществили взрыв на пути следования патриотического шествия 22 февраля прошлого года. Тогда погибли 4 человека, еще 10 получили ранения. Сейчас обвиняемые пытаются затянуть рассмотрение дела. С десяток различных ходатайств со стороны защиты не позволили суду вновь приступить к изучению доказательств по делу. В частности, обвиняемые заявляли об отводе председательствующего, потом прокурора, требовали исключить из материалов дела видеодоказательства. Обвиняемые в совершении теракта во время заседания продолжают вести себя дерзко. Коллегию судей бомбардируют многочисленными ходатайствами, в которых позволяют себе оскорбления в адрес прокурора, представителя родственников погибших и даже судей. Один из обвиняемых, Виктор Тетюцкий, например, требует от суда принять мировоздействие и отреагировать на поведение представителя потерпевшей стороны Олега Головкова. Он, по мнению Тетюцкого, распространяет недостоверную информацию в интернете, провоцирует ажиотаж вокруг дела. Общественный резонанс обвиняемому не нравится. Единственный оставшийся метод давления, в первую очередь на коллегию, это созывать толпу и водить хороводы вокруг суда с заезженными националистическими лозунгами и угрозами, которые ничего, кроме отвращения у нормальных людей, не вызывают. Но, по всей видимости, для принятия решения, которое бы следовало требованиям пункта 5, часть 2, статьи 27 УПК Украины, суду необходимо, чтобы какой-то упоротый сведомник перешел от угроз к действиям. Ходатайство, состоящее из оценочных суждений, оскорбляют участников процесса. Родственники погибших в теракте выступают против их удовлетворения. Также против представителей прокуратуры обвинение настаивает подсудимые и злоупотребляют своими процессуальными правами. После очередного заявления подсудимых не выдерживает и председательствующая в коллегии судья Ольга Гарпинич. Из-за бесконечных ходатайств суд не может даже приступить к изучению доказательств. Однако даже такая просьба на обвиняемых и их защиту не действует. Они подают очередное ходатайство об отводе судьи Ольга Гарпинич. Вот суд своим поведением как раз и подчеркивает, что для суда уже все понятно в этом деле. То есть мы же считаем, что мы еще не рассмотрели все в достаточной степени тщательно. И поэтому мы опасаемся судебной ошибки. Именно суд первой инстанции является судом факта. И эти ошибки, есть риск того, что они не смогут быть устранены в вышестоящих инстанциях. Я думаю, что сведомо затягивать процесс, чтобы его затягнуть. Они сподеваются, я так думаю, что, мабуть, на то, что данная справа втратит свой суспильный резонанс. Но я считаю, что когда есть четыре погибших людей, одна из которых неповнолетняя, когда есть больше десяти потерпелых людей, суспильный резонанс с никаким причином и с никаким причином не будет втрачен до всей криминальной справы. Многочисленные ходатайства суд отклонил, но на их рассмотрение было потрачено шесть часов. В итоге приступить к изучению доказательств по делу на этом заседании суду так и не удалось. Успели только продлить меру пресечения обвиняемым еще на два месяца. Анна Иванова, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости». 37 обстрелов на Донбассе за прошедшие сутки двое раненых военных, перемирия которого нет. Как люди живут в серой зоне при постоянных обстрелах. Репортаж с линии фронта. Увидела подозрительного парня, вышла из машины, и я заметила, как он что-то кидает, и загорелась машина. Первое, что я подумала, нужно отогнать машину подальше. Один из поджигателей на марок задержан, второй в розыске. Очевидцам удалось запомнить номера «Жигулей» седьмой модели, на которых скрылись пироманы. Это и помогло полиции задержать одного из них. Сборная Украины по футболу спустя более чем тысячу дней после своего последнего матча в Харькове вернулась в первую столицу и одержала победу в товарищеском поединке над сборной Сербии. Подробности чуть позже. Перемирия, которого нет. Ежедневно в Харьковский госпиталь продолжают поступать раненые бойцы с передовой. А жители в так называемой «серой зоне» живут при постоянных ночных обстрелах и в ожидании, что им помогут решить коммунальные проблемы. Однако пока надежда только на волонтеров и Красный Крест. Репортаж Марины Николаевой с линии фронта. 37 обстрелов на Донбассе за прошедшие сутки. Двое раненых военных. Бойцы, которые ежедневно попадают в Харьковский госпиталь, в том числе и с ранениями, подтверждают. Говорить о перемирии не стоит. На отдельных направлениях обстрелы в последнее время даже участились. Боевики используют не только стрелковое, но и тяжелое оружие. Нет, на фронте нет. Мы выходили из Зайцева, она вспоминала 25-го бригада. И мы в первый же день услышали, что там было двое двухсотых. Это в первый день. О постоянных обстрелах говорят и жители прифронтовых населенных пунктов. Позиции террористов находятся прямо напротив села Трехызбинка Луганской области. В 2014-2015 годах тут шли горячие бои. Гибли как военные, так и местное население. Сейчас, несмотря на так называемое перемирие, стреляют каждую ночь, говорят местные жители. Снаряды и мины, правда, практически не залетают в село, признаются селяне. Но кто стреляет и почему, непонятно. Люди считают, что их просто специально держат в страхе. Мы просто слышим это все. Нам неприятно. Начинается вот это сердцебиение такое учащается. Переживаешь за своих детей. Приходишь в школу в мир, приходишь домой. Между тем, в прифронтовые города и поселки возвращаются люди. Говорят, несмотря на экономические сложности и страх обстрелов, деваться им просто некуда. На большой земле устроиться не смогли. Нет работы и жилья, особенно для людей предпенсионного возраста и семей с детьми. Стреляют, стреляют. Чего у тебя, кем они стреляют и с кем они стреляют? Стреляют. Ой, ну тут упала вся эта война. Если бы кто знал, то как тут трудно находиться, если бы знали только. А переезжать не думали? Да куда? Дайте нам квартиру поедем куда? Куда? Ну куда ехать? Родственников нету, да? Ну кому же третий год? Кому нужны родственники? Гость нужен, ну два дня гость. Ну неделю, ну месяц осилы гость. А потом уже называется что? Незваный гость нужен талинам. Если вопросы с подвозом продуктов в магазины и обеспечением питанием и теплом школ, садиков и больниц действительно во многом решены, то люди в частном секторе, несмотря на приближающуюся зиму, до сих пор сидят без отопления. Уголь по селам практически не возят. От газа и света они частично отрезаны из-за обстрелов. Если снаряд перебивает трубопровод на территории, который контролируют сепаратисты, его не чинят неделями. А на дрова Красный Крест, говорят жители Трехызбинки, пока выдал только талоны. Когда же эти дрова приедут и по какой цене, непонятно. Но самая главная проблема, говорят жители прифронтовых населенных пунктов, это отсутствие рабочих мест. Сейчас реально работает только бюджетный сектор, поэтому большинство живут на соцвыплаты. Из-за этого около банкоматов выстраиваются огромные очереди. Свои трехзначные номера в станице Луганской люди записывают на ладонях. Местные – это те, чьи дома остались на украинской стороне, жалуются на луганских. Говорят, они часами не могут получить наличные. До столицы так называемой ЛНР тут по прямой всего два километра. А от пропускного пункта до ближайшего банкомата пять минут ходьбы. Вот он и становится местом паломничества экономических туристов-пенсионеров. Чтобы доехать дальше, надо платить от 150 до 270 гривен за место в маршрутке. Так говорят жители украинской стороны, таксисты, нередко сочувствующие сепаратистам, зарабатывают на своих соратниках. Отходите, а женщина, ну карточку. Подойди, Витя, понажимай. Давайте, пожалуйста, побыстрее. Ну вот, с Герасимомки, как добираться, не знаю. Так что, дуристика. А если стемнеет, то обратно вообще сложно? Нет, вообще мы не доберемся. А пешком идти 50 километров на Герасимомке. Хочешь, так и добираться. А получить можно только на этой стороне? Только на этой, да. Вот, заняли тут очередь, там. Едут в луганчане, все вот это есть. Но не было их, было все сандро. Было один год такой, что закрыли дорогу. Мы приехали, спокойно получили. Не было вот такого. Поэтому большинство местных жителей в большей степени надеются на волонтеров и благотворительные организации, а не на официальную власть. Говорят, чиновников у них критиковать не принято. А то сепаратистам прослывешь. А вот когда закончится прифронтовое существование, даже предполагать не пытаются. На этот вопрос у жителей зоны АТО ответа нет. Марина Николаева, Михаил Воронков, агентство телевидения новости. В Харькове с начала года произошло более 60 автоподжогов. Большинство из них так и остались нераскрытыми. Но накануне полиция всё же задержала одного из поджигателей, по вине которого в начале ноября сгорела иномарка на улице Клочковской. По статистике, которую приводят в полиции, с начала года и до октября было открыто 60 уголовных производств по поводу умышленного поджога автомобилей. И только по двум из них в суд уже направили обвинительные акты. 1 ноября в Харькове снова пылал автомобиль «Хонда Аккорд» на улице Клочковской. Главным отличием было то, что поджигатели действовали днём. Само преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения, а вокруг были люди, которые своими силами потушили пожар. Увидела подозрительного парня, вышла из машины, и я заметила, как он что-то кидает, и загорелась машина. Первое, что я подумала, нужно отогнать машину подальше. И у меня сразу вспомнилась картинка из головы, как за спиной администратора в этой клинике значок огнетушителя. Я побежала на другой выход клиники, залетела в клинику, попросила у них огнетушитель. Там были ещё ребята-строители. Мы позвали, и они начали носить воду, и огнетушитель тоже. Мы потушили пожар. Очевидцам удалось запомнить номера Жигулей седьмой модели, на которых скрылись пироманы, что, скорее всего, и помогло задержать одного из них. По информации правоохранителей, они установили личности двоих поджигателей. Но задержать удалось только одного – 36-летнего жителя Дергачёвского района. Один из них задержан. По согласованию с прокуратурой номер один города Харькова, ему объявлено о подозрении, и в суд направлено представление об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. В отношении второго проводятся мероприятия по установлению его местонахождения. По факту поджога было открыто уголовное дело по статье 194. Если вина поджигателя будет доказана, то ему будет грозить лишение свободы максимум на 15 лет. Артур Рязанов, Владимир Борох, Агентство телевидения новости. Вернулась и победила. Сборная Украины по футболу спустя более чем тысячу дней после своего последнего матча в Харькове вернулась в первую столицу и одержала победу в товарищеском матче над сборной Сербии. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выставил экспериментальный состав, дав поиграть футболистам, которые оставались в большинстве своем на скамейке запасных во время официальных матчей в нынешнем отборочном цикле к чемпионату мира 2018. И вот один из таких резервистов, Евгений Шахов, довершив дело Романа Зазули, открыл счет на 38-м минуте матча и забил свой первый гол за сборную Украины. Можно сказать, добежал до последнего, бежал уже и думал, что Рома забьет. Ну, так сложилось. Спасибо Рому. Можно сказать, голевая передача. А когда Украина забивала второй гол, фактически голевую передачу сделал дебютант сборной, воспитанник харьковского футбола Артем Беседин. Он выдал пас вышедшему на замену лидеру сборной Андрею Ярмоленко. Ярмоленко заработал и реализовал пенальти. Главный тренер какой состав посчитал, таким и поставил. Я считаю, что все ребята, которые вышли сегодня на поле, отдали все силы. Хорошая игра, ну, конечно, была товарищеская, но настаивались на боевую, потому что сербы хорошая команда. В принципе, они хорошо играли первые минут 20-15, мы где-то чуть нельничали, не могли выйти с обороны, но потом справились, забили два гола, главное, не пропустили, выиграли. Таким образом, сборная Украины под руководством Андрея Шевченко пока вообще не проигрывает. Две победы и две ничи в официальных матчах, и вот победа 2-0 над сборной Сербии в товарищеском. Хороший день сегодня для сборной Украины, мы выиграли у хорошего соперника. Для меня большой плюс, что я дал возможность сегодня сыграть всем игрокам, которые меньше играли, и каждый из них внес определенную работу и положительную работу в сегодняшнюю победу. Поздравляю Андрея, желаю ему успеха и команду, которая выиграла. Товарищеская игра нормальная, все было в порядке и никаких вопросов нет. И победа может быть логична тоже. Следует еще добавить, что «Ультрас» проигнорировали просьбу чиновников Федерации футбола Украины и правоохранителей не использовать пиротехнику во время матча. Виталий Лапскир, Юрий Васильев, агентство телевидения новости. На этом у меня все. Больше новостей на нашем сайте atn.ua. В студии работала Оксана Пилькина. Всего вам доброго и до свидания.